Здравствуйте, мои хорошие! И снова с вами магазин Лючи Тру серебряные украшения. Сегодня у нас красота агат моховой или моховый. В общем, все его называют по-разному, но я так понимаю, то, что создала природа, это более красивое, чем творение рук человеческих. Достаточно редко этот камень бывает в украшениях и в каждой подборке от завода его бывает очень маленькое количество, но мы постарались и, посмотрите, набрали вам целую палетку. Причем сегодня мы порадуем и тех, кто любит не крупные совершенно, видите, крошечные украшения, да, такие очень убористые. И для тех, кто любит крупные, такие массивные, чтобы прям видно было издалека. Начнем еще тоже изделия все разные, разные производители, разные заводы, но постарались их мы, насколько возможно, все-таки объединить. Вот у нас, например, первая модель, видите, достаточно крупная и активная, но очень хорошо, мне кажется, это кольцо можно с сережками вместе, ну, как бы, сочетать. Начнем вот с этой модельки. У колечка, смотрите, шинка совершенно обыкновенная обручалка, причем достаточно широкая, поэтому по размерному ряду, естественно, как бы, оно немножко уменьшится, да. И если у нас размер, получается, 17, то реально получается на 16,5, ну, думаю, растянете. 4,400, кстати, цена. Обратите внимание опять на качество камня, вот такой он красавец с наружной стороны, да, и точно такой же он и с тыльной. Ну, практически прям рысь, наверное, у нас такая бывает, да. Но я вот так 17, по-другому померить не могу. И к нему, мне кажется, очень хорошо вот эти сережки, именно по сочетанию агата, как бы, очень хорошо садятся. Опять же, с тыльной стороны на подложке, видите, виден сам камушек. Здесь такая богатая работа по серебру, потому что это у нас Армения, да, точно, это у нас Армения. И посмотрите, даже сама вот швенза, ее фасадная часть украшена тоже вот таким серебряным орнаментом. Кстати, замочек здесь английский, но смотрите, совершенно не длинная, порядка 6 сантиметров. То есть мы можем говорить про среднюю мочку уха, а по длине она достаточно, чтобы воспользоваться тем, у кого высокий прокол. Посмотрите, какая красота, да. Сережки, конечно, прям обалденные. К ним, в принципе, всегда можно взять и подобрать любое колечко с каким-нибудь орнаментом, с чернением, и великолепно они сядут. Также к этому кольцу, я думаю, что очень хорошо, да, могут подойти вот эти, видите, тоже прям агат, очень хорошо подходит. И это у нас производитель как раз ЕС, 4 960 они стоят. Кстати, у нас теперь на многие изделия есть с тыльной стороны цены. Здесь у нас, видите, просто краешек, вот такая интересная вальцовка выполнена. Опять же, с тыльной стороны мы с вами видим камень, никаких подложек нет. Все это влияет на цену. И по застежке, смотрите, прям вровень они идут с проколом. Опять же, длина крючка порядка где-то 6-7 миллиметров, а вот по вертикальной части длина достаточно большая. Тоже, видите, как интересно смотрится, да, прям такая рысь. По-моему, рысь такого расцветки нет. Дальше смотрим немножко тоже, так, вот этот, наверное, сейчас посмотрим. Знаете, вот с этого начнем. Здесь у нас тоже, видите, агат, но он немножко в другой уже раскраски идет. Это прям снежные сугробы, посмотрите, какая красота. Как будто снежный сугроб, деревья, и вот сверху еще такое облако. Прям, я говорю, можно картины здесь придумывать на ходу. Тоже шинка, видите, достаточно широкая. За счет этого, опять же, размер скушается немножко. И тоже размер 17-й, но безобразие. Сегодня прям маленькие колечки. Хорошо вот это колечко, да, очень хорошо смотрится. К нему, кстати, в подружке могут пройти по агату. Именно беру сейчас по цвету камней и, в принципе, по стилистике. Видите, тоже есть чернини. Вот такие вот серьги по агату, прям они очень дружно садятся. Тоже интересная модель. Смотрите, здесь они неподвижные. То есть, что будет сразу чувствоваться, они не будут такими тяжелыми. Мочку уха прикроет вот эта верхняя часть прокол. И по длине, опять, штифт у нас порядка 5-6 мм, а длина достаточно хорошая, порядка 7. То есть, пока мы с вами можем разговаривать про средний прокол, про среднюю, вернее, полноту мочки уха и про любой прокол. Посмотрите, как интересно. Опять же, можем, как бы, например, взять сюда кулончик. Да, сережки взять уже просто какие-то вот с какой-то работой по серебру. Посмотрите, опять же, какой интересный у нас идет сугроб. Вот это все и дорисовано. Это все опять такой флористикой немножко, да. Работа по серебру. С тыльной стороны смотрим камушек. Работа по серебру идет с оксидированием. И мне кажется, прям вписали очень красиво его в такой серебряный орнамент. Кулончик у нас по весу 11 грамм. Так что вместе, вот опять же, можно их легко сочетать. Дальше мы переходим к еще вот такой модели колечек. Посмотрите, какие хорошенькие. Здесь совсем не крупные агаты. Тоже они совсем-совсем разные. Зато много серебра. И здесь у нас по размерам 17,5 и 18. Вот 18-й я на себя и примерю. Ну, 18-й мне прям четко село на 17,5. Посмотрите, какая хорошенькая моделька. Очень такая рабочая. Мне кажется, на каждый день на такие вот рабочие будни великолепный вариант. Дальше мы смотрим круглое колечко. Тоже у нас идет агат. Также идет узор оксидирования. Тоже достаточно широкая шинка. Размер кольца у нас здесь 19. Уж хороший размерчик. И, в принципе, такой же агат, как вот в предыдущих было украшениях. То есть, опять же, видите, очень хорошо они вместе монтируются. Превосходно. По камню прям никаких отличий нет. Потому что, вот видите, одна получается текстура. И к нему можно рассмотреть вариант вот таких серег. Тоже по агату специально показываю вам рядышком. Видите? То есть, вот по агаме они никак не выбиваются. Опять же, хорошо, что верхняя часть у нас, видите, сережки полностью закрывает мочку уха. И прокольчик у вас будет прикрыт. Здесь у нас штифт достаточно хорошо. Занижен порядка полусантиметра. Да, миллиметр четыре, наверное. По длине, опять же, разбег очень хороший. А вот по глубине, штевт, там порядка шести-семи миллиметров. То есть, только на среднее и неплотное ушко. Смотрите, какая прелесть, да? И еще вот такое вот некрупное колечко для тех, кто любит явно некрупные украшения. Да, опять же, его можно подружить, я думаю, что с массой. Посмотрите, по базе, по своему тону, как бы очень хорошо подходит. То есть, я говорю, все украшения друг с другом все-таки можно скомбинировать и носить вместе. Это у нас колечко по размеру. Получается 18 размер. Буду мерить на 17,5. Тоже такой аккуратненький, прям рабочий вариант. Дальше мы смотрим достаточно крупный перстень. Очень хорошо, мне понравился он прям по работе. Он, конечно, в идеале должен идти в паре с вот этими серьгами. Да, вот видите, мы с вами прям здесь уже стопроцентное попадание. Но вот по агату, мне кажется, хотя вот к этой части можно, но все-таки он как-то... По агату он такой самостийный. Опять же, тыльная сторона у нас с вами вся открытая. Достаточно большая шинка, просто в форме обручального кольца. Размер у нас здесь 20,5. 19,5. Ой, мне уже убежала к хозяйке. Уже свободно. Вот на 20,5 мне прям село как в литой перстенек. Смотрите, какой хорошенький. Опять же, видите, камень посажен так, что он над пальчиком, он над кожей, он парит. Дальше мы смотрим еще одно шикарное совершенно произведение искусства. Посмотрите, армянские мастера. Агат здесь немного другой, с такими вот переходами. И кольцо у нас 19 размер. Прям очень хорошее смотреть на него хочется бесконечно. Опять же, все гладко, завальцово, надежду цеплять не будет. Шелковые вещи будут жить в хорошем состоянии. И 19 размер за счет широкой шинки на 18,5 идеальны. И сережки. Посмотрите, какая работа. Здесь у нас гладкая, прям швенза, фасадная сторона. Идеальная пружинка сделана. Посмотрите, как красиво прорисовано. Словно такую веревочку связали. Опять же, агатик с тыльной стороны весь отлакированный, весь красавчик у нас. И застежечка. Вровень идет замочек. Здесь у нас для наш венза, опять же, где-то 6-7 миллиметров. Но вот тыльная сторона приподнята, чтобы сережки у вас на ушки не заваливались. И эти серьги по весу, конечно, уже более значительные. У них получается 23,8. Представьте, какая красота. Арненские мастера как бы делают все руками в индивидуальном порядке. Поэтому цены у них немножко подороже. Кольцо 6-800, а серьги, по-моему, 10 тысяч. И еще одна вот такая работа. Ну, колье с маховым агатом вообще такая, скажем, редкость. И тоже у нас идут, видите, работа такая чеканка по серебру. Посмотрим, с кем их можно. Нет, здесь очень блестящие. Да, ну, по сережкам, к сожалению, наверное, только вот с этими, да. А этих много. Так что придется вам такое колье подбирать уже к своим украшениям. Тем не менее, агаты здесь превосходны. Опять же, работа вот эта чеканка по серебру, да, когда идет блестящее серебро, он чередуется с такими темными прожилочками. С тыльной стороны камушки мы все с вами смотрим. И колье все подвижное на элементах. Здесь есть удлинитель, то есть есть возможность надеть его подлиннее, либо покороче, в зависимости от того, насколько высоко вам нужно свое декольте продемонстрировать. Так что смотрите и наслаждайтесь красивыми маховыми агатами от компании luchat.ru. И мы ждем вас всегда в нашем магазине. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok